Всем привет, с вами Фантом, и в этом ролике я расскажу вам про загадочные прямые трансляции, на которые не так давно натыкались многие пользователи сети. Представьте, браздите вы интернет, просматривая ютуб и прочие сервисы, не подозревая беды. Как вдруг перед вашим взором оказывается прямой эфир со связанной девушкой, на коленях у которой расположен айпад с запущенным таймером обратного отсчёта. Её рот заклеен скотчем, а её местоположение неизвестно. Тёмная комната, связанная девушка, вы и время, которое скоро закончится. И неизвестно, что произойдёт, как вы поступите, что будете делать. В интернете можно встретить крайне жуткие и загадочные вещи. Предлагаю вам пройти по его тёмным закоулкам. Поехали! Начало 29 мая 2017 года, в 14.00 по московскому времени, началась загадочная трансляция. В кадре была девушка с залепленным ртом, привязанная к стулу. Понять, где именно она находится, было крайне проблематично. Тёмная комната, элементы интерьера были еле видны. Можно было бы предположить, что это какое-то заброшенное здание или же подвал. Однако эта информация ничего зрителям не давала, ведь существуют тысячи подобных мест. На коленях девушки располагался планшет, на котором тикал обратный отсчёт. Девушка вела себя тихо, стараясь не издавать звуков. Многие зрители, которым удалось попасть на трансляцию, были испуганы. Их взволновала судьба, а самая главная жизнь девушки. Пользователи сразу начали высказывать предположения о том, что всё это устроил маньяк. Что по истечении времени жертва будет убита в прямом эфире. Или произойдут другие страшные события. Изначально трансляцию можно было нагуглить по запросу, который вы видите на экране. Но в дальнейшем названия менялись. Они представляли из себя, казалось бы, рандомный набор символов. Идея случайности этих данных удовлетворяла не всех. Некоторые хватались за любые зацепки и предполагали, что это некий шифр. Они делали попытки разгадать его, но, увы, ничего не вышло. Первые трансляции были найдены на ютубе, но их очень скоро начали банить. В дальнейшем они переместились в перископ, где их постигла та же участь. Крайне интересна позиция этих ресурсов. Они готовы транслировать абсолютную неимоверную дичь. Но когда видят связанную девушку с таймером, когда видят, что вполне возможно это не розыгрыш, и кому-то действительно угрожает опасность, они блокируют трансляцию, чтобы не запятнать свою репутацию. Конечно, это вопрос спорный, и явно не люди, ни какие-либо ресурсы к такому были не готовы. Вряд ли создатели перископа ожидали, что человечество настолько сойдет с ума, что станет использовать прямые эфиры для демонстрации насилия. С одной стороны, нужно заблокировать эфир, и не позволить некоему больному ублюдку совершить задуманное на глазах тысяч зрителей. С другой стороны, блокируя эфир, вы обрекаете девушку неясно на что. Конечно же, часть зрителей была уверена, что это постановка. Но несмотря на это, лучше перестраховаться. Одно дело, когда ты совершил какие-то попытки выяснить местонахождение жертвы, и с ней потом оказалось все в порядке. А другое дело, когда ты сидел, смотрел на связанную девушку, приговаривая это все постановка, и вдруг увидал реальное убийство. Поэтому, повторюсь, лучше перебдеть, чем недобдеть. Пользователи сети обратили внимание на то, что в трансляции случались перебои с освещением. В тот же момент, когда в Москве был мощный ураган, многие сообщили информацию о прямом эфире правоохранительным органам. Пожалуй, самым главным ключом к освобождению, или же хотя бы к определению местонахождения девушки, было радио, которое играло на заднем фоне. А именно, радиостанция «Говорит Москва». Одному из зрителей трансляции удалось дозвониться в радиоэфир и объяснить ситуацию. Связь с девушкой можно было наладить только через них. Радиоведущие, недолго подумав и переварив произошедшее, начали задавать девушке вопросы. Все происходило с задержкой, трансляция постоянно обрывалась и зависала. Но некоторую информацию им все же удалось получить. Отвечала она, соответственно, кивками. Иных способов не было. Она давала довольно противоречивые ответы. С одной стороны, она знать не знала, где находится. С другой стороны, ответила, что это, похоже, юг Москвы. Хотя, какие безошибочные ответы можно ожидать от связанной девушки? У нее даже успели выяснить несколько цифр ее номера телефона, прежде чем трансляцию вновь заблокировали. В любом случае, количество полученной информации было ничтожно мало, а время уже подходило к концу. Это была последняя трансляция, и закончилась она за 8 минут до конца таймера. Было видно, как в кадре, в конце, разбивается бутылка или нечто подобное. Больше трансляции не появлялось, время вышло. Зрители были оставлены наедине с кучей вопросов. Что случилось с девушкой? Кто все это устроил? И было ли это реальностью или же постановкой? Все это целую ночь мучило пользователей интернета, которые случайно наткнулись на злосчастную трансляцию. Что это было? Развязку эта история получила на следующий день. Оказалось, что это был эксперимент группы Black Elephant. Эксперимент, направленный на изучение реакции пользователей социальных сетей. Девушка, разумеется, была жива и даже записала короткое послание, сказав, что именно за ней люди наблюдали в течение множества часов. Именно она сидела, связанная в подвале с таймером. Девушка обвинила в Перископ, Ютуб и ряд соцсетей в том, что они блокировали аккаунты со стримом, не давая вычислить местонахождение, опасаясь за свою репутацию. И завершила обращение словами, «Будь это все на самом деле, я бы с вами уже не говорила». Разумеется, эксперимент вызвал многочисленные возмущения. Были даже попытки подписать петицию, чтобы его создатели принесли публичные извинения. Очень многих тронул этот инцидент. Люди бросали все дела и в ужасе долгое время наблюдали за судьбой девушки. А по итогам все оказалось экспериментом. Одни пользователи были рады тому, что никто на самом деле не пострадал. Другие же, конечно, были возмущены столь жестоким розыгрышем. Руководитель группы Black Elephant рассказал, что сценарий был написан заранее. И элемент с радиостанции «Говорит Москва» был добавлен специально, чтобы девушка выходила на связь со слушателями. По его словам, слушатели и службы спасения реагировали на просьбу о помощи слишком долго. Главной проблемой этого он считает соцсети, которые постоянно банили трансляцию и удаляли ролики. Как оказалось, за пять минут до полуночи, трансляцию в очередной раз забанили в перископе. И команда технически не смогла завершить эксперимент. В конце эфира девушка должна была снять изоленту сорта и все рассказать. Руководитель добавил, что трансляция велась из здания в Подмосковье, а сотрудники радиостанции не были в курсе эксперимента. Black Elephant Организация эта, как оказалось, на одной только трансляции решила не останавливаться и запустила ряд других крайне необычных эфиров. Как и полагается, все карты перед началом действия они не раскрывают, предоставляя пользователям сети лишь обрывки информации. Например, рассмотрим уже прошедшую трансляцию под названием «Черная комната». Молодого человека заперли в черной комнате, стены, потолок и пол которой обиты поролоном. Его задачей было выйти из комнаты. Для этого он должен был решать загадки при помощи зрителей. В центре комнаты стоял большой сейф, основной задачей было подобрать к нему пароль. Но когда герою вместе со зрителями удалось открыть сейф, ключа от двери в нем не оказалось, и игра продолжилась. Все время, пока длился стрим, с героем разговаривал голос. Голос того, кто запер его в этой комнате. Каждую ночь для зрителей включались звуковые аудиозагадки, отсылки к различным реальным экспериментам над людьми и животными. История «Черной комнаты» — это тоже своего рода эксперимент, целью которого является выяснение того, как себя будет вести человек, которого изолировали от общества. Единственным способом общения у испытуемого был телефон с односторонней связью. Он мог только слышать, что ему говорят, но не мог отвечать. Микрофон у телефона был специально сломан, а также герой сам позвонить никому не мог. Испытуемый должен был решать сложные задачи, и при этом находился под круглосуточным наблюдением большого количества зрителей. Чтобы вы понимали, как именно проходит взаимодействие испытуемого и зрителей трансляции, расскажу, как все было. 8.00 Испытуемого с завязанными глазами поместили в черную комнату. На спине наклейка с надписью 59043. В центре комнаты сейф рядом две синие бочки, на стене доска с непонятным текстом. Испытуемый набрал на кодовом замке цифры 5904. Открыть не получилось. Перевернул сейф, ключ нигде не нашел. Входная дверь закрыта на амбарный замок изнутри. 8.51. Завтрак. С завтраком принесли ультрафиолетовую лампу. Испытуемый попытался просветить всю комнату. Безрезультатно. Лег спать. 15.10. Принесли обед. После обеда испытуемый продолжил просвечивать всю комнату. На матрасе обнаружил надпись, которая являлась ссылкой на канал в Телеграме. Он написал ее на стене. Отлично. Теперь у зрителей есть зацепка. 21.30. Вместе с ужином, испытуемому передали мобильный телефон. Кнопки залиты клеем, он может только принять вызов. Первый звонок, новая загадка. В трубке звучит голос. А теперь слушай внимательно. От этого будет зависеть, выберешься ты отсюда когда-нибудь или нет. Люди по ту сторону очень хотят помочь тебе, но они бессильны. Ты не видишь их сообщения, а они не слышат тебя. Возможность узнать номер есть. Но я не думаю, что они справятся. Затем зрители начинают разгадывать загадки, обрывки которых время от времени всплывают либо в самой комнате, либо в других источниках. Приведу примеры загадок. Первая загадка. На футболке человека номер 59043. Также номер из пяти знаков, идентичный первому, был вложен в Телеграм-канал 24513. Кроме того, позже в чате появилась фотография с тюремной решеткой под номером 3. Разгадка. Первый номер необходимо расставить в правильном порядке, он указан во втором номере. Тогда получаем 94305. Почтовый индекс Стэнфордского университета. Объединяем с фотографией камеры, это фрагмент реального снимка. Получаем известный Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 года. Это первая отсылка к жестоким научным исследованиям с личностью и психикой человека. Вторая загадка. На второй день в Телеграм-канале в два часа появляются фрагменты пазла, которые необходимо собрать. Разгадка. Если собрать все части, можно узнать, что не попадает в поле зрения смотрящего трансляцию. Кроме того, из звезд на стене выкладывается число 25. Это отсылка к исследованию Вселенная 25. Также прямо указывает на него реальная фотография, сделанная в ходе исследования, которая выложена в Телеграм. Эксперимент также разделялся на стадии А, Б, С и Д. На те же стадии разделены периоды трансляции. А. Появление героя. Б. Загадки, которые связаны с Бродским. С. Загадки, которые связаны с Тюмерманом. И. Д. Жизнь после комнаты. Четвертая загадка. Как вы помните, Испытуемому принесли телефон, только никто не знает номер, по которому можно с ним связаться. Разгадка. Телефонный номер спрятан в точном времени кормления. Завтрак. Восемь пятьдесят один. Обед. Пятнадцать десять. Ужин. Двадцать один тридцать. Совмещаем и получаем номер. И так далее. Все перечислить я не смогу. Суть в том, что загадки созданы таким образом, что Испытуемый сможет их решить лишь с помощью зрителей. Если вы готовы поломать себе голову и ощутить нечто новое, эти трансляции именно то, что вам нужно. Также была трансляция, связанная с ограблением. Там тоже было огромное количество интересных загадок и отсылок. А прямо сейчас, как известно, команда готовит новую трансляцию под названием Комай. По классике все карты они не раскрывают. Однако говорят, что это будет не одна трансляция, а целых две. На каждой из них будет изображено по комнате. В каждой из них находится человек. Люди эти очень похожи. Если быть точным, они близнецы. А вот по сценарию, это один и тот же человек. Часть души, которого находится в прошлом, девяностые двухтысячные годы, а другая в будущем, две тысячи двадцатый год. Настоящая человека такова. Он находится в коме после автокатастрофы и ничего не помнит. Цель вернуться в настоящее. Сделать это помогут загадки, решать которые будут и участники стрима, и зрители. У них будет связь. Продолжительность трансляции, как обычно, серьезная. Целых пять дней. Абсолютно все события будут транслироваться в прямом эфире круглосуточно. Каждая новая трансляция все сложнее и безумнее. Это именно то, что нужно. Мало того, что эфиры позволяют изрядно мозги поломать, разгадывая загадки, объединяясь с другими зрителями. Так еще и находишься в постоянном напряжении, наблюдая за действиями людей в прямом эфире. На этом ролик подходит к концу. Я рассказал вам про загадочные трансляции, которые знатно встряхнули многих пользователей сети. Если вас заинтересовали подобные развлечения, порекомендую вам ознакомиться с ними самостоятельно. Все ссылки будут под роликом. И канал на ютубе, и группа вконтакте, и иные источники, связанные с командой Black Elephant. Не ленитесь подписаться сразу на все, потому что, как правило, для того, чтобы разгадать многие загадки, нужно постоянно находиться на связи. Подсказки могут появиться в самых необычных источниках. У меня на этом все. Большое спасибо за просмотр. А с вами был Фантом. Аккуратнее бороздите просторы интернета. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok